Смотри. Ага, я не достала. Не достаешь? А какие тут запахи! Да, очень. Угу. Покушать-то можно, мне кажется, здесь почти все. Потому что перец вот здесь есть. Олег пищит. The Beer Factory. Открыто! Сколько здесь стоит пива и какое оно? Давайте посмотрим! Ааа, видео! Ну ладно, хотя бы чуть-чуть видео. Да-да-да-да. Одно лицо, реально. Это музей узковых фигур. Получается, для иностранцев вход 37 рингвит. А, все закрыто. Для полозийцев 27 рингвит. Для детей трех лет. Бесплатно. Ну, для Эрика. Дальше меню. Я люблю пенант. Прикольно. Круто. Ну, да. Ааа, жесть. Он еще и резиновый, представляете, такой? Масика? Ааа. Борода, борода. Реально есть борода. Оно еще и длинные волосы. Похож. Очень похож. Да. Круто. И Луи Бетон. Вот так губру скатали. Вот такое. На веранду поставить было бы круто. Хотя вот я сейчас сижу на одном из них. Вот неудобно, Олег. Слышишь? Неудобно. Ага. Не, ну если подушки получше такие положить. Не, неудобно. Не, неудобно. Не, неудобно. Объясните всем, Ликол. Вот это вот закрывается так. И вот для этого нужна вот эта чудо-дверь. На. Рога. Жалко, что не заходить. Круто. Круто. Пока. Уууу. Супер. Посмотрите, какое красивое здание. Обалдеть. Это и этот торговый комплекс. Просто со стороны улицы. Макитас. Красота. Макитас. И жар птицы, да? Макитас. Иль все расфокусировалась резко. Да. Я пытался сфокусировать. Мы по дороге купили печеньки, которые вам показывали уже в Таиланде. Рядом с границей, с Малайзией. Производство Малайзии печеньки были. Нам очень понравились кракеры. Угу. Мы решили попробовать... Эрик, подожди чуть-чуть. Да пусть ест что-то. Мы решили попробовать еще один печеньки. И не покупай по маленьким пачкам. Они стоят тут на порядке денег. Ну да. То есть получается там от трех ринггит шестидесяти кобильник... Тебе мало. Спасибо, сынок. Ну там... Тебе пусто. До десяти. Тебе пусто. До десяти ринггит в среднем. То есть... Да. И такая штука стоит тринадцать ринггит. И здесь практически все виды печенья... Ну не все виды печенья, далеко не все. Но... Огромное количество. Супер. Всякие разные. Три-четыре-пять-шесть-семь-восемь видов печенья разных. Ммм. Мы решили купить такую штуку для того, чтобы попробовать их... Вкусно. Больше. И что радует то, что они тоже в отдельных упаковках. Муравьи не набегут. Да. И не нужно прятать там, не знаю, и пакеты закрывать. Ну очень удобно. Здесь они какие-то вкуснее, по-моему. То ли качественнее подходят к процессу производства, то ли просто они вкусные, или просто мы привыкли уже к тайскому, так же, как мы привыкли к русскому в свое время. Да. Без холодильника они нас вообще выручают. Ну и, соответственно, здесь по весу получается всех печенья один килограмм. Это достаточно много. Если переводить в русский... Ну, давайте сначала переведем 13 венгир, 13-60. Переведем в баты. Ну, 130-250 рублей. Пускай будет 130, да. 130 бат. И если переводить в рубли, то получается где-то около 245, там, где-то так. Ну, 245 рублей килограмм печенья, это даже для России дешево. Да, давай кушать, скажи. Ну, единственное, не радует, вот дай покажем, то, что какие здесь виды есть, да? Угу. Это все в упаковках, а это все уже открытое. Там и вкусных. Вот это и вот это. Их всего по две штуки. А, нет. Да. И вот этих. Лексусов. Лексус? Лексус. Угу. Это шоколад какой-то там вкусный. Вот этот вот, Лексус. И все по две штуки. И вафельки. Вафельки вообще, мы липучки такие, я не понимаю, они не умеют вафли делать, что ли? Угу. Да, это все. Мы завтра съезжаем. Можно играть здесь. Все, складываем обратно. Да. Вкусные печеньки. Все, возвращаем вентилятор, жарко. Это нам, это нам в дорогу. Это мы купили в дорогу. Ага, еще доживет. Доживет. У-у. По-любому. Но завтра мы завезаем. Да, да, мама. Почувствовал, да? Да, да, да. Вот это вот, я очень хочу такую штуку в дом. Знаете, ребята, несколько дней назад нам написали один комментарий, а не кажется ли нам, что как-то на Самуи диковато? Я вот, честное слово, сегодня весь день думала над этим вопросом. И знаете, что скажу? Когда мы приехали в Малайзию, я подумала сначала, что еще нескольких месяцев, может быть, даже на Самуи не хочется проводить, потому что город все-таки, да. Сейчас, пробыв здесь два дня, как-то скажу честно, это самая настоящая Москва, и так надоел город. Так не хочется жить в этом во всем. Это так тяжело и сложно, вот именно морально, я так от этого всего устала. Наверное, сейчас должно быть так. Ну, а дальше это уже как жизнь повернется, и что судьба нам приготовит. Я устала от этого шума. Хочется вечером слушать пение птиц и звуки разных животных животных, чем шум машин и шум города.